Бесконечно можно наблюдать за тремя вещами. Как тает лед, как компания Висмик докладывает бак джином к своим продуктам и как эта же компания выпускает потихоньку рестайлинги своих RX. И сегодня мы посмотрим как раз на RX 2 и узнаем чем он хорош. Комплектация не изменилась. Все тот же внешний вид, все то же наполнение, разве что бокс-мод новый. Сразу отметим, что о баке джином говорить не будем. По нему мы знатно прошлись в прошлом обзоре RX. Бак ничем не примечателен и сделан для галочки. А вот RX 2 другое дело. Привычные линии, формат RX 2.3, чуть выше RX Gen 3. Зато теперь вы можете использовать аккумуляторы 2700 или же привычные 18650 совместно с адаптерами. Недочетом тут выступает подгонка. С 18650 особых проблем нет, а вот с 2700 крышку приходится чуть ли не силой прижимать, чтобы она встала. Крышка, кстати, теперь на манер магазина с патронами. Откидывается вниз, если поддеть щеколду на нижней стороне бокс-мода. В остальном же это старый добрый RX с режимами TK мощностью до 200 Вт и TCR. Из интересного есть возможности настройки преднагрева спирали и таймера остановки использования. Например, хотим себя немного ограничить во времени затяжки, ставим на 5 секунд. Хотим наоборот затянуться во все легкие, ставим на 15 секунд. С обновлением прошивки вернулась функция младших собратьев с установкой картинок на режим ожидания. Правда, их разрешение уменьшилось по высоте на 4 пикселя. Значит, теперь петуха с RX Gen 3 не поставить. Надо уменьшать картинку до разрешения 64 на 40 пикселей. Экран в меру информативный, отображается по классике выставленная мощность, количество затяжек и сопротивление спирали в сотах, а под ними уровень заряда каждого из аккумуляторов. Заряжать их производитель все еще рекомендует не через сам бокс-мод до 2 ампер, хотя это заявлено как фишка, а через отдельную зарядную станцию. В общем, RX 2 стал обновлением уже в знакомой всем семейке RX. Новый формат аккумуляторов, обновленный дизайн, разные цвета и также фирменные щели по бокам от экрана никуда не делись. Стоит ли обновляться с предыдущей версии на новую за 3500 рублей, думайте сами. Но если у вас бокс-мода и его очень хочется, то почему бы не рассмотреть этот вариант? Главное докупить атомайзер вместо комплектного отдельно. А на этом все, мы благодарим вейпсорсинг за предоставленное устройство. Чтобы ты не пропустил следующий ролик, подпишись на наш канал, поставь лайк, обязательно что-нибудь напиши в комментариях и после обновления прошивки не забудь обновить картинку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова